Четверо военных, находившихся при крушении самолета в 30 километрах от поселка Тикси, находятся в крайне тяжелом состоянии с переломом позвоночника. Министерство обороны должно перевезти их в Москву, но только если позволят погодные условия. Как сообщали ранее, самолет Ил-18, следовавший по маршруту Канск-Тикси, развалился на три части при аварийной посадке. О происшествии и какие версии аварий существуют на данный час, смотрите в следующем материале. Военный самолет Ил-18 вылетел из Каннска в Тикси для перевозки авиаинженеров, которые должны были сменить коллег в военной части Арктического района Якутии. Но утром 19 декабря связь с бортом была потеряна и в 11 утра подняли тревогу. В тот же миг по сигналу были подняты на воздух 4 вертолета полярных авиалиний, которые были на посту в аэропорту поселка Тикси. Экипаж Хачатурова 1 обнаружил его на расстоянии 30 километров от поселка Тикси. Там есть пострадавшие. Мы первым рейсом вывезли 12 человек, из них 10 лежачих пассажиров. В первой версии авиапроисшествия была названа нехватка топлива. Спустя несколько часов военные выдвигают другие версии – ошибки пилота и боковой ветер. Но окончательные итоги подведет военная комиссия, которая уже ведет расследование на месте крушения. Пострадавшие сейчас находятся в центральной больнице Булунского района. В лечебном учреждении нет возможности разместить всех пострадавших по палатам. Военных с серьезными травмами Министерство обороны планирует перевезти в Москву. Пока этого не позволяют сложные метеорологические условия. Несколько часов назад из Якутска вылетели врачи медицины катастрофы республики со специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи пациентам. Погоды нет. Единственное, что мы сейчас на перекладных из города Якутска, бригада, вот уже временной промежуток идет. Мы надеемся, что через некоторое время они прибудут в Тикси. Что касается характеристики воздушного судна, первый самолет Ил-18 начал свой полет еще в 1957 году. Производство этой модели прекратилось полвека назад. Но, как отмечают авиаторы, современный военный регламент позволяет эксплуатировать такие самолеты. Причины крушения самолета выяснит следствие.